Молодец, очень хороший парень, много делает чего-то и разместил плакаты со своим портретом. Поздравляю всех жителей Донецкой области с праздником, с великим праздником, освободить захистника Украины и везде разместил свой портрет. Я не против его портрета, если бы он был бесплатный, но так как ему последняя реклама с последним праздником обошлась, как выяснилось, и пишут об этом в Фейсбуке, 28 тысяч, то я хочу напомнить, что на символику было выделено в 2015 году 60 тысяч. И мы не увидели ни одного флага, ни одного какого-то, не знаю, какой-то пропаганды или еще чего-то. У нас здесь Славянск. Но зато 28 тысяч мы видим на каждый праздник. Вот что важнее, пиарить Пашу нашего или Украину будем опять возвращать, которую здесь уже почти потеряли, потому что 80% на референдуме проголосовало за Россию. Что важнее, не пойму. Или он хочет быть губернатором в России. Значит, будет губернатором в России, отодвинут границы, перенесут их в Харьковскую область. Паша, наверное, останется, я думаю, он договорится. Там какие-то казачки уже приезжают на праздник поздравлять с Ростовской области, если кто-то следит. В общем, каждый думайте сами, кому это нужно. Поезжаем мы 19-го числа вечером отсюда поездом до Киева. В Киеве мы садимся уже в этот подях патриотичный, и мы едем две недели. Условия поездки можно почитать у меня на сайте или на странице в Фейсбуке, или почитать на Фейсбуке патриотический кодер, есть уже такая страница. Поэтому непонятно или не найдете, не найдете ко мне в личку, и я буду давать все. Ну, происходят события, я считаю, что не меньше актуально и не меньше серьезно, чем бои, а, возможно, даже больше серьезно. И когда Вася сказал про то, что когда мы там переможем, або когда мы владу сделаем, так вот я... Когда мы сделаем соответствующую владу, то я думаю, мы сразу переможем, а с такой владой мы никогда не переможем. И это будет бесконечно. Не там так, сям, сегодня уже в Закарпатте там какие-то там бузы начинаются. Они всегда придумывают. Так вот, какая важливая подъя сейчас будет происходить. Я вам скажу, и там где кто записал, запитав, я не стал ответить на Фейсбуке, глупое дело, чему я считаю Миколаевку сирой зоны. Я не только Миколаевку считаю сирой зоны, и Славянск сирой зоны считаю, и Краматорск, в котором, оказывается, у нас губернатор, а не голова в Держадміністрации. Почему он так считает, что это так нормально, когда до него возвращается? Я еще одного разу не видел, что Псеврійський поправил хоть одного чиновника, что они до него возвращаются, або пишут про него как про губернатора. Соответственно, мабуть, человек мечтает стать губернатором. Ну а так, как губернатори, действительно, в субсидной стране, то, очевидно, он мечтает, чтобы эта часть области стала частью той страны, где есть губернатори. Потому что в других прилегших странах, как в Украине, как губернатор, нет. Поэтому, я думаю, заходы относительно Жебрійського, что ему все равно где будет, я думаю, они не безподставны, потому что он считает, что когда его называют губернатором, это, очевидно, хорошо. Но я хотел сказать не про это, а про то, что в Сирии-зоне, в частине Сирии-зоне, а конкретно в Миколаевке, 18 грудня, будет происходить выборы. В связи с тем, что Миколаевка была выведена из склада города Славянська, как и теперь окременно территориальное утворение, кроме того, там пройдут, очевидно, за этот период, объединенные процессы с Реей Александровичем и другими силами, и это будет окременный населенный пункт. Населенный пункт, в принципе, невеликий. При желании и при определенных моментах можно в этом пункте бороться за то, чтобы вывезти из склада Сирии-зоне и вернуть в территорию реально контрольованной державой Украины. И я про это написал в Фейсбуке. Ну, кроме того, что запитали, чому Сирии-зоне, еще там были сопли-вопли про то, что, значит, фальсификации, там ничего не сделаешь и так далее и так далее. Ну, если ничего не возможно сделать, я тогда не понимаю, для чего там пацаны стоять на фронте воюют, и для чего мы вообще собираемся. Значит, нужно собрать манатки и текать здесь, если сделать, ничего не возможно. Я вот так себе понимаю. И, повертаючи до всего, я так понимаю, что действительно у всех ни у кого проблем нет и все нормально. Я вам скажу, какой там расклад. Расклад там партии регионов, которая была разделена на три осредка, а по блоку наш край, вернее, мне подсказали правильную назву их край, и аграрная партия. Вот эти три осредка, они сейчас будут создавать видимость нібито демократичных выборов. И я думаю, что, який бы выбор не сделали миколаевцы, они попадут в однее, в партию регионов. И мне очень плохо, я думаю, все-таки, после того, как все проявили таки великий патриотизм на свята и проехались, потратили час, там, дві години, или три, или четыре, чтобы проехаться и показать, помахать пропорами. Я подумал, что еще найдется трошки часу, чтобы сделать конкретную справу для нашей страны. Кроме того, я, звичайно, запросил фахивцев балаболев, я их иначе не називаю, которые приезжают сюда и учат всех, как нужно бороться с коррупционерами и так далее. Я звернулся до них, у меня иногда были перепалки, они на меня за дещо ображались, непонятно за что. Я им сказал, что если они прийдут и очолят этот наш поход на Николаевку, я готов публично извиняться. Но они не собираются помогать конкретными справами, показать нам, не о чем, как надо бороться с коррупцией, как надо бороться с антидержавными силами. Я так вижу, что извиняться мне публично перед ними не придется. Больше того, мне придется еще публично сказать, что они балаболи. И не больше. И мне очень шкода, что эти балаболи периодично в фейсбуке кудись людей закликают, и у людей находится час туда идти. Вот читаю в фейсбуке, я помню, за самопомощь я тебе сказал, людей запросили на сессию, а сами они не пришли. Люди пришли с плакатами, поддерживать их, а их не пришло. Вы понимаете, такие генералы. Так вот еще один у нас генерал таки есть, который тоже людей закликает. Например, ты в парк, срочно не хватает рук, что-то садит дерево. Люди пошли, а он не пришел. Вот, понимаете? И я вот дивуюсь, я честно говорю, я вот хочу просто запитать. Это вообще нормальный стан души, ходить за кем-то, кто кудись покажет пальцем, только чтобы не делать то, что нужно. Что нам нужно? Мы хотим, в правде, патриотичную владу, яка бы дбала за добробут громадян, за развитие экономики и, ну, понятно, что не сдала, а хотя бы минимизировала коррупцию. Чтобы в водоканале, действительно, керевников не меняли так часто, через то, что там что-то не то. Постейная дотация, понимаете? А чтобы они там трошки працювали не потому, что Кумсватбрат, а потому, что предприятие работает хорошо. Цены нормальные, послуги даются. Я думаю, за такую владу мы должны бороться. Я думаю, что если у нас должен стоять выбор, або поехать где-то помахать пропорцем, або поборотись за владу и потратить туда час и деньги, то, я думаю, нужно сделать выбор именно такой. Бороться за владу. Ну, на жаль, сегодня пока что так не есть. Слава Украине! Героям слава! Из кого сформируется Влада? Влада формируется на выборах. У нас в выборной кампании участвовала, ну, я не знаю сколько, я не помню сколько партий. Все партии выполнили свою роль, они посадили своих, ну, представителей кто куда. Они теперь участвуют, руководят, ну, победители руководят городом. Соответственно, они, может быть, делят свои финансы, а остальные, вы им нужны, ну, я не хочу говорить, что до какого места. Поэтому я должен сказать, что действительно, ну, нет такого объединения людей, просто как их называли партия простых людей или какие-то. Именно, ну, это, извините за выражение, людей, которые на грани бедности. Нет объединения. Единственное, что не нужно изобретать велосипед, ни одна партия вас никогда не будет для вас, ну, выполнить все, что вам нужно. Вывести вас из бедности. Вы нужны бедные. Потому что бедные готовы на любое работу, на любую, лишь бы как бы перебиться. И бедный всегда, и голодный, он более смирный, чем независимый человек. Поэтому, наверное, здесь уже были раньше высказывания о том, что нужно объединяться чисто. Вот я задаю, профсоюзов в городе Славянске нет практически. Единственная организация, которая не рвется к власти, ну, это мировой опыт, это профсоюзы. Объединение наемных рабочих. Там и демократия, и выборность, и олигархи туда, там, ну, есть олигархи под себя создают профсоюзы. Но в основном мировая практика, говорит, профсоюзы всегда независимы. Ну, я, например, если кто-то знает, как-то еще объединить людей, вот чтобы они знали, что эта организация их не предаст. Да я ж профсоюзы! Вот так, правильно. Ну, вы потом продолжите. Потому что вот вы видели вот последние выборы. Мэр говорил, любите Славянск, ну, я не буду, как говорить, потому что человек тут, он, его нет здесь сегодня. И что же он делал? Он любит Славянск, полюбил Славянск. Но, вы знаете, за любовью очень часто следует измена. Любить это мало, надо служить народу здесь. И если ты избран, тебе доверие народ оказал, надо его оправдывать. Вот поэтому здесь я обращаюсь к людям, кто здесь присутствует. Он, мэрия, вы избрана вами. Вы на них дали им доверие. Вы возлагали на них надежды. Идите и требуйте, чтобы эти надежды были оправданы. Ну, так как сегодня мэр говорит, что это не от меня зависит, это от кого-то зависит, еще перекладывает это дело. Ну, зачем тогда, можно сказать, не занимать кабинет? Это один вопрос. Ну, второй вопрос, товарищи, я должен сказать по теплосети. Вы, я все время говорю, вы все, все жители Славянска переплачивали за, ну, на вас списывали тепловую энергию в 1,6 раза больше, чем вам ее поставляли. И продолжать будут так же. И в этом году только цена уже будет, ну, вы поняли, уже раза в полтора больше. И как некоторые успокоили, что будут субсидии, а вы знаете, что сегодня Донецк теплокоммунерго на грани банкротства, потому что им субсидии не перечислили. Это виртуальные деньги. А за газ, уже за газ, за тот, который, ну, сэкономленный, уже кто-то деньги получил. Поэтому я еще раз обращаюсь. Не сидите молча. Потому что молчать вы будете, самое лучшее молчание, это вы знаете, как у той песни, на кладбище все спокойненько. Я не хочу заканчивать такой мрачной нотой. Я просто, давайте, приходите во вторник и требуйте к себе человеческого отношения, как в пенсионном фонде, в горсвете, где там еще, в горгазе, где там издеваются над людьми. И там сотни людей сидят, не могут ничего получить. Они хотят деньги заплатить. Но там такая путаница ярала, что они вынуждены терять там сколько времени. Жутко. Ну и что еще я бы хотел сказать. Никто не позаботится о вас, кроме вас самих. Все, спасибо. Спасибо. Два часа удовольствия. Людей, правда, насобиралось только на малый зал. Выступало там около 30 человек артистов с разными украинскими песнями. И танцевали, и пели, и рассказывали даже там бойки. Но было очень интересно, было всем весело, всем понравилось. Потом в конце фотографировались вместе. Я, в принципе, видео повыкладывал уже в Facebook, в YouTube. На Facebook выброшу ссылки. Кто захочет, может посмотреть, что пропустили, что потеряли. Так как ребята будут еще все равно ездить. Я так называю тех людей, это те, кому не все равно. И те, кто хочет, чтобы у нас здесь Корея была так же, как и у них. Когда приезжаешь на Закарпатье, они говорят, что мы здесь в Европе живем, а вы там по-своему как-то варитесь. Вот хочется, чтобы мы жили в Украине, но жили как в Европе. Чтобы у нас так же были и асфальт, и дороги, и условия жизни такие же, как у них. И чтобы было аккуратно, и чистенько, и каждый не тыкал, что у нас некому убрать мусор даже славянский. Не говоря уже о каких-то службах, горводоканали и всем остальным. Все думают только так наукрасть. Вот, поэтому опять-таки возвращаемся к тому, что наше счастье в наших руках. Смотрите мне есть куда и на много. То есть поедьте в Россию куда-нибудь в глубинку, не пожалейте денег, и посмотрите, как мы можем жить через какой-то промежуток времени, если просто будем молчать и со всем соглашаться. Слава Богу, что есть люди по всему миру, тем, кому не все равно. И мы знаем, что недавно совсем проходила акция, буквально позавчера, да или вчера, позавчера. Стоп Путин, стоп война. И диаспоры всех государств, всех стран мира, их больше 30, записали обращения, минутные ролики. Теперь эти минутные ролики склеят в один фильм, и этот фильм обойдет весь мир. Когда будут обращаться к Путину, что мы отнюдь не против выборов на Донбассе, даже там, где сейчас пока нет нашей украинского контроля, нет украинской власти. Но мы хотим, чтобы перед тем, как проводить выборы, сначала убрали оружие туда, убрали этот биологический мусор российский, который завозят туда непонятно откуда, непонятно за что, за какие долги, и восстановили границу. И тогда мы будем проводить выборы и в Донецке, и в Луганске, и будем спрашивать, что люди хотят, как хотят, какого президента хотят, и какую власть хотят. Но опять-таки повторюсь, все в наших руках. Я, в отличие от Миши, не хочу, честно скажу, ни в исполком, ни во власть, никуда. А я хочу ломать эту систему снизу и снаружи. Вот мы ее сломали, сколько она сломала? Ничего мы ее еще не сломали. Мы должны делать так, чтобы она работала подконтрольно, прозрачно, чтобы мы могли контролировать каждый их шаг. Нынешняя власть не хочет регистрировать общественный совет, который должен их контролировать, не хочет проводить общественные слухания, которые будут показывать, чем они занимаются, не хочет отчитываться перед общественностью. И у нас, к сожалению, очень мало людей, которые могут зайти без стука кляху в кабинет и потребовать отчета. Очень мало таких людей. Вот когда нас будет больше, тогда мы сможем что-то менять в этой жизни. Подождите, я хочу... Войдите к микрофону. Войдите к микрофону и скажите. А что для этого требуется? А для этого надо хотя бы вот так вот собираться и что-то думать. Вот что я делаю для того, чтобы в энергонадзоре не было очереди? Хотите, я вам расскажу? Я два с половиной месяца хожу в энергонадзор. Три раза в день. У них почему-то только три приемных дня. Прихожу, беру видеокамеру и снимаю. Я наснимал уже на шесть часов видео. Мы пришли к выводу, что мы будем писать письмо, собирать подписи под этим письмом. Письмо будем писать в антимонопольный комитет. Письмо будем писать в Министерство энергетики. И будем лишать их монополии. Будем делить эту компанию. И продажей электроэнергии будет заниматься не только наш ДТЭК, или кто там занимается, Ренат Леонидович, а будет заниматься еще, создадим государственную компанию. И люди будут выбирать, куда им ходить, где им покупать свет. Удобнее, выгоднее и быстрее. Но когда я вот это огласил на прошлом вечере, честно вам скажу, я пришел во вторник, в энергонадзор нет очереди. Пока это только один день. Я открыл дверь, и там три оператора показывают мне язык, и говорят, да, вот так вот мы работаем, нет очереди. За два или за сколько лет первый раз в энергонадзоре не было очереди, в приемный день. Но я приду завтра, приду послезавтра, посмотрю. Если очередь появится, мы будем писать это письмо. Если очереди не будет, значит я за два с половиной месяца самостоятельно смог убрать очередь в энергонадзоре. А если бы вы со мной пошли, мы бы раньше убрали эту очередь. А если пришло туда 10 человек, может быть, через неделю бы не было. Так вот давайте собираться в компании, собираться в организации общественные, и идти добиваться того, чтобы нас слышали, чтобы наводили порядок. В паспортном столе, я пойду в паспортный стол, когда закончу в энергонадзоре, потом пойду в соцобеспечение, но я один, я долго буду ходить. А вы будете ходить, мучиться в этих очередях. В соцзащите нас будет много. В соцзащите, приглашаю всех в соцзащиту, давайте организуем. У нас будет много, мы там уже давно, мы уже два с половиной года там бьемся. Видео покажите. А у нас нечего, нечем снимать. Так, подай, возьмите у меня камеру, я вам дам камеру, будете снимать. Давайте, давайте. Подойдите. Только одни разговоры пока. Повещание. Каждый вторник в 9 часов, кто ходит на аппаратное совещание? Поднимите руку. Я один раз. Вот. А кто, а почему остальные не ходят? На аппаратном совещании три компании снимают видео. Если вы поднимите там руку и скажете, когда после выступления того же Горгаза, что у нас все хорошо, вы поднимите руку и скажете, что у вас нет газа, то у вас здесь же спросят фамилию, имя, отчество, адрес, и будут разбираться с вами. Потому что это на камеру. А через неделю, если вы поднимите руку и спросите, то же самое, то уже мэр задаст вопрос, а что вы неделю делали, что вы до сих пор не решили вопрос? А если через 2, или через 3, или через 4, вы раз 5 придите и поднимите руку, то начальника газовой службы надо будет уже увольнять. Вы этого не знали, что у нас есть аппаратное совещание? Но вы же не верите, что это можно изменить, правильно? А вот когда я ходил в энергонадзор два с половиной месяца, мне все посетители говорят, да ничего у тебя не получится. Все это до одного места. Я говорю, да мне может не снимать. Да нет, ты снимай на всякий случай. Ты снимай. А мы свои вопросы решим, уйдем. Никто не верил в это. Посмотрим, победю я эту очередь или не победю. Слава Украине! Горяю, слава! А как ты к нему можешь добраться, если только зайдешь в Вестибюр, а там стоит охранник. Вы куда? И не пускай. А вы мне звоните, телефон запишите, и посмотрим, как они со мной вас запечатают. Я вам сейчас напишу телефон. Но я так скажу, у нас свободный вход в исполком, и свободный вход в актовый зал на первом этаже, где проходят аппаратные совещания. Вход свободен для всех. Для всех жителей Славянска. Если они будут закрывать и не пускать людей, мы будем их выносить оттуда, и начнем все сначала. И будем палить колеса, и все остальное. Пусть они попробуют это сделать. Я говорю, не кляху в кабинет идти, вы меня не услышали. Кляху в кабинет лучше не ходить. Потому что кроме ушей, лапши на уши, вы там ничего не получите. Надо идти там, где снимают камеры, и задавать вопросы на камере. Это аппаратное совещание. Каждый вторник. Каждый вторник в 9 часов утра. Иди я. На первом этаже, в исполкоме. Если вы стесняетесь, что-то спросите, хотя бы придите, послушайте, посмотрите, как спрашивают другие. И как другие люди решают свои вопросы. Это единственное место сейчас в Славянске, где можно решить свои вопросы. Вот, пожалуйста, если будут требовать регистрацию, не пытаются требовать регистрацию, запишитесь, напишите свою фамилию, покажите паспорт, чтобы было понятно, что вы не какой-нибудь там сепаратист, рецидивист или еще кто-то. И приходите и спрашивайте, почему у вас нету света, почему у вас нет воды, почему у вас слабый напор воды. Задавайте вопросы. Вопрос еще. Вы сказали только что, что езжайте в Россию, в глубинку, посмотрите, как они живут. Как они живут. Так мне непонятно, как они живут. Они что, хуже нас живут? А вы поедите и посмотрите. Не, ну... Я русский. Я русский, я знаю, как они живут. Вы же мне не верите. А, ты что, не верю. Ну, я не могу поехать. Я родился в Новосибирской области, в деревне Тошара. Я скажу, там до сих пор деревянный асфальт. Теперь понятно. На полметровой, на полметровой высоте набита досточка, и дети ходят в садик. До сих пор. Нет дороги. 50 лет я уже живу, или 50, там 45 лет я живу в Славянске, и до сих пор там такой асфальт деревянный. Я просто, вы же мне не верите. Вы иди сами посмотрите. Почему вы равняетесь по Москве и по Питеру, как живут в России? Есть Ярославль, Ярославская область есть, есть в Ярославле, где же кребут столы ножами. Понимаете? Там нет клеенок. Поедьте гляньте. Вот мы тоже можем так жить. Вы шкребете у себя столб ухода? Нет. А можем шкребсти. Если мы так будем входить на вечер, так будем добиваться, чтобы нас слышали, будем шкребти столы. И будем воду греть потом на костре, а не горячей водой из крана пользоваться. Я по поводу нашего ВИЧа. Я хочу сказать, я хочу сказать, в начале нашей деятельности было, вы же знаете, много людей и патриотов много собиралось. Тем более, еще много было журналистов. Здесь девочек много было с кинокамерами, снимали, показывали по местному телевидению. Освещали Славянск, как живет и как работает наша организация. Сейчас я в телевидении практически не вижу ничего. Что здесь, кто собирается, о чем говорят на площади. Да, да, да. Ну, я же говорю, у нас местное телевидение не работает. Значит, пропаганды нет. Не рассказывают местное телевидение сейчас, о чем думает общественная организация. Это одно. Теперь, девятого, помните, был случай со встречи нашей депутата, обманщицы нашей, которую мы приветствовали в своем образе. Так, дело в том, что девочки возмущались. Как это так получается? ветерану обители. Я лично на колени становился перед женщиной и просил прощения за то, что так получилось, что получилось, ее замазали зеленкой. Но зеленкой она ж терелась сама, а эту зеленку и замазана была депутатка, будто ее облили. Ну это хамство, что? Ребята, получается, что из нас издеваются, родами издеваются. А им это классно, что? Теперь, что у нас получается, горгаз. Вы знаете, по доле судьбе я попал в этот гребаный горгаз. Ну что ж, очередя, как Василий говорит, да, очередя там огромаднейшие. Я зашел туда, я говорю, девочки, давайте напишем коллективную жалобу. Вы знаете, человек, наверное, там 30 стояло, всего лишь подписалось 14 человек. Ну и это нормально. Я пришел сдавать туда заявление, это, вы знаете, что я, наверное, ну 25, наверное, 20 я стоял, чтобы мне приняли это заявление. Подходили, я говорю, давайте пойдем разберемся, мы вас сейчас сделаем хорошенечко, быстренько и все. Ребята, а как же эти 14 человек? Понимаете? То, что было у нас, хамовой, бездарьи, они такие же вместе, сидят там, сволочи. Василия Варишу сфотографировал, а я подписал. Сейчас эти же заявления я спрошу, что сделали они? Во вторник спрошу. Вот, Анатолий мне помог, там, кое-какие документики показал, ясность есть, что они там мухлюют и нас дурят. Так что, надо, как Василий говорит, контролировать, контролировать и контролировать их. Или они, они, как набивали, так и буду набивать свои карманы. Слава, Украине! Героям слава! Честно говоря, листовик, перестанет, но, я не хочу, никого ображать, но эти прощания с героями, это неправильно. Не можно воина встречать на колинах. На колинах стоят не только рабы. И никогда на Руси никого не встречали на колинах. Ни загиблих воинів, ни живых, ни к'язнів, ни других. Рівні среди рівних. И только рівні среди рівних могут сбудовать нормальную державу. И если мы хотим быть рівными среди рівних, то мы должны понять, что как и права у нас есть, так и обвязки. И если мы хотим, чтобы была другая влада, то мы должны ставить за себя иначе. И брать правление в свои руки хотя бы той частиной людей, которая нас может еще послушать и их периодически консолюдувать. А сподіваться на то, что какой-то олигарх, который получает какой-то канал, не важно, радио, теле, еще что-нибудь, раптом будет делать что-то против себя, но это глупо. И никогда жоден телеканал, который контролируется олигархами, а они таки все у нас есть, я не знаю жодного канала, который бы не контролировался олигархами, не будет ничего показывать, что им шкодит. Потому если мы захочем этого, мы должны так делать, я скажу больше того, я думаю, кто-нибудь біля фуршета проходит частенько, да, и истинный, они уже в Донецку были бы. Я думаю, не буду я их тримать, даже спонукаю, а выявилось, они даже не Миколаевки дойти не могут. Так что, это проблема не в телебачене, поверьте. И не в олигархах, и не в ляхахах. Это проблема в том, что надо, чтобы славы было не больше, чем дело. А когда наоборот, то оно так и получается. Слава Украине! Героям слава! И я, я скажу. До этого, что мы тут не приедем? Вы это понимаете? Как раз оно напрашивается... Дякую, дякую. Напрашивается саму собою. Вот это как раз пан Михайлов сказал, дякую ему за его за то, что каждый должен быть ответственным за все. В ответственным и за семью, и за то, что делается в городе, и за на улице, под ногами, как вы шлиф. Засыпать ямку, если против тебя в доме, живешь в своем доме, и велика ямка, а машины ездят. Возьми, нагнися, возьми в себе там кирпичик побитый, або шифер побитый, або який там, у тебя есть материал, если нет, песочком, земелькой, засыпь эту ямочку. Чего ты аж звонишь президенту, аж у Киев, что не можешь сам засыпать эту ямочку. И тогда ты будешь ехать, твой будет ехать родич на веломашине, не впадет. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова